ну а вот его кстати корабль ты представляешь плавает тут так ладно давайте искать этот водоворот улетел так этот вверх меня выбросит эти тоже все вверх меня выбросил или нет подождите вот этот верх меня выбросит нет этот низ меня выбросит постойчик он же меня должен был вниз выбросить разве нет эй ураган ты чё творишь ты выбросишь меня или нет нет этот не выбросит этот не туда меня выбросил я же тебя нашел только что вот вниз улетел тоже так вниз хочу у меня выкинула мне возникает такое подозрение что я могу туда только как живое существо заплыть то есть просто без какой-либо техники меня может конечно током сейчас убить ух ты не 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 так нельзя это так не работает я понял так не проплыть тоже не работает ух ты не значит это все таки так работает осталось только найти медузу который погружается вниз о а вот как раз таки она тут и ну Ты как? Ты посмотри, что я нашёл Охренеть Что это такое? Охренеть Я сюда пробрался В самую глубь Это как мне Что ты, я аж немножко подзавис от всех таких новостей Я как всегда пробрался Охренеть Ты смотри, я собрался Что это такое? Ну это он мне что-то показывает Ну что-то интересное Не знаю, правда, насколько А это он мне опять это же показывает Получение синхронизации координат часа пепла Отображение координат ока вселенной Борджуна обновлён Это их координаты? Что там? У меня отличная новость Соответственно, мы почти готовы получать данные От орбитальной зондовой пушки В рамках проекта часа пепла Рами добавляет последние штрихи Но он вот-вот закончится И всё хорошо Понятно, это я вроде всё читал Порт же он обновлён Или не читал даже Да, модуль отслеживает зонд Готов фиксировать его траектории И преследованы данные при каждом запуске С другой стороны, не обеспокоен Только просто И положит пушки Как только зонд обнаружит Только вселенная сразу Так, всё это мы уже нашли Нет? Или да? Это что у нас такое написано? Модуль запуска Читали уже Я вот только не понимаю Не надо как-нибудь эти координаты Фотографировать Запоминать Обновлять Обновлять Да иди Чё такое-то Я не хочу Меня тут-то сюда кидает Или я типа уже координаты эти узнал Надо в корабль вернуться А здесь ты мне никакую информацию не дашь, да? Мне бы ещё перевести эти данные Мне нельзя Так, ах ты, что ж меня так кидаешь-то? Всё, надо валить отсюда На корабль Мне здесь больше делать нечего Я наконец сюда забрался Только мне теперь надо как-то каким-то образом Медузу найти Что это такое вообще? Ядро Планеты Это Здесь вообще чё-нибудь есть? Походу ничего нет Всё что я мог Я уже нашёл Только вот единственное Осталось понять Отсюда вообще можно выбраться? Опасность О, медуза на меня спускается, да? Я бы был очень рад Если ты ко мне спускаешься Потому что я отсюда выбраться хочу Разведчик где-то там и застрял Во-во-во-во-во-во-во Мой шанс на спасение Хм-хм Давай-давай Выберемся отсюда Вытаскивай меня Только корабль, правда, далеко сейчас от меня находится Всё, мы выплыли Так, блин, поплыли потихонечку к кораблю У нас есть координаты часа пепла Ой, тут час пепла Ока как раз-таки Которого мы всё это время искали Надо будет ещё, кстати, все луны посмотреть Рядом с Камельком мы там были Нашли башню И одного из них плюс корабль Надо будет ещё через портал к этому доплыть Подождите, а где мой корабль вообще находится? Его на поверхность, что ли, выкинуло? Ну да, вполне возможно Что он там где-то просто плавает Я хоть отсюда выплыть-то смогу? Или мне поток не даст этого сделать? Хотя мой корабль-то как-то прошёл Тогда и я должен А, а уже бесполезно Мы сейчас все взорвёмся Не доплыву я до корабля Я доплыл до тебя, кораблик Я снова с тобой А у тебя ничего не работает, да? Тебя починить надо было Делать эту электросистему Чиниться Вот она Сколько раз я уже тебя повредил Пока пытался допереть, как это всё работает О, заватали Да, здесь ещё есть что исследовать Мога расслеживания зонда Автоматически записывает траекторию каждого зонда И передает данные однородному Не задействованы Я знаю координаты нами, которые отметили Здесь ещё есть что исследовать Здесь есть что исследовать На мае по имени Салон Порис шатал на южный Ну, и собрались продолжать Путь пешком На мае всегда Садились на южный полюс Клантовой луны Хотя и не могли Объяснить почему Там уже взрыв произошёл А чей это было Такой интересный Смотри Это наверное из-за взрыва Такой интересный Девушки отдыхают Девушки отдыхают Так. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А что ж ты так-то? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Один и корабль, кстати Субтитры создавал DimaTorzok 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 Д kartorzok Улетели в кузницу? Вот оно, нашли его Полетели отсюда Ничего нового я здесь не увижу А в кузнице не могут новое правило рассказать Которое поможет мне как-то Переместиться туда Ну все исчезла эта луна Ну и правильно чужак еще тоже надо будет с ним разобраться я так понимаю в следующий раз когда он уже будет пролетать где я здесь нахожусь до то есть когда он будет пролетать в следующий раз рядом с солнцем уже солнце расширится настолько что может разморозить его ледник я могу наверняка туда залезть но это надо будет ждать хотя время то у меня есть что мне нужно делать только вот сталковать скорость солнцем не дать себе притянуть себя находиться на орбите чужака и потом когда он следующий раз будет пролетать мне надо будет на него приземлиться ну что что попробуем попробуем это просто эпично охренеть какая-то круто и меня не снесло даже ты смотри-ка там я слышал звук как будто все растаяло ты смотри действительно все растаяло да блин ненадолго правда но растаяло походу опять все замерзло да не успела в корабль залезть обидно ты как ну ладно не получилось так не получилось полетели на час пепла я слышал звук как считает ничего но как-то я думаю у меня хватит времени потому что меня сносил вообще скамелька да не солнцем не нужно вот сюда наступивайте полетели а и 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 Ну отправляй меня. Субтитры сделал DimaTorzok Осталось только понять одно. Как мне туда попасть? Показано вот так вот, типа, бери да попадай. Но это не работает! Это так не работает. Почему? Опять я приземлился куда-то не туда. Да. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А, кажется, через эту башню-то... Ну, вы сами видели только что, как туда надо попасть... 8 минут 27 секунд назад получены данные из предыдущих циклов... Маски получают данные от модуля отслеживания зонда... Статуи памяти на пучине гиганта, статуи памяти на камельке... Начнем до конца цикла новой передачи данных... Ух ты, сколько здесь информации-то, а... Мили, сегодня мы закончили земляные работы на части пепла... Здесь, под поверхностью, мы начнем свой... Самый амбициозный проект «Час пепла», чтобы изобрести способ отправить информацию назад во времени... Мы переместили все подземные растения, которые нашли во время переработки грунта... Надо следить за тем, как мы влияем на окружающую среду... Казалось бы, еще вчера мы проводили эксперименты в высокоэнергетической лаборатории... Но до сих пор не верится, что гипотеза раме подтвердилась... Лака... Только что отправил нам из кузницы Черной Дорога киперядро для последней башни... Теперь мы можем соединить «Час пепла» с пучиной гиганта, где... Касава и Гравилат работают над орбитальной зондовой пушкой... А Флок создает статую памяти... Предложение ядро для нашей гипербашни неслучайно было выковано последним... Угу... Ядра были бы готовы быстрее, если бы касса не... Оторывал меня от работы, справа в шапах готовности... Главное, что мы теперь связаны через час пепла... И мне больше не нужно вас постоянно морить... А, мирить... Наши друзья на пучине гиганта испытали сегодня орбитальную зондовую пушку... Малева говорит, что пушка работает отлично, поэтому Гравилат предлагает увеличить мощность... Если кто и может добиться от устройства наилучшей производительности... То это Гравилат... С другой стороны, если кто и способен... Перегрузить устройство и вызвать взрыв... Это тоже Гравилат... Нужно попросить экипаж орбитальной зондовой пушки... Существлять меры предосторожности... Стоит ли набирать Гравилата, что... Малева и его возлюбленная тоже войдет в состав экипажа... Или предостерегать нужно саму Малеву... Сегодня Флокс и Сидун закончили статую памяти... Они воистину удивительны... Когда проект Час Пепла завершится... Успешно или неудачно статуи памяти активируются... И позволят нам собрать больше данных... Траволга и Уэск... Долго трудились на солнечной станции... И наконец-то достигли ее... Если все пойдет по плану... Она взорвет солнце... И мы получим достаточной энергии для проекта Час Пепла... Только что-то вы все подохли до этого момента... Меня поражает их сила духа... Эта часть проекта была самой сложной... И не только технически... Мы выходим на финальную... Финишную прямую с проектом Час Пепла... Вот что произойдет... Солнечная станция получит указание... Выстрелить солнце... И тем самым взорвать его... Используя энергию получившееся сверхновое... Оборудование Час Пепла... Отправить на 2 минуты назад команду... Активируя орбитальную зондовую пушку... Через 22 минуты после этого... Солнечная станция снова создаст сверхновую... Что позволит отправить в прошлое данные... Запущенного зонда... Каждый цикл проекта Час Пепла... Будет длиться ровно 22 минуты... Цикл можно остановить в любой момент... С этим тяжело смириться... Но солнечная станция не сработала... Ага... Я предлагаю построить солнечную станцию... Только... Зык свиновый может создать нам... Столько энергии... Мы были близки к цели... Как никогда... В теории Час Пепла... Можно осуществить... Но мы не смогли найти для этого энергии... Возможно есть другие способы... Я верю, что мы можем создать сверхновую... Не теряйте надежды... Сказать проще, чем сделать... Вверх мы можем подождать... Пока солнце взорвется само... Однако тебе придется как-то замедлить наше старение... Мы... Приостанавливаем эксперименты по созданию сверхнового... В эту солнечную систему вошла комета... И нам не терпится ее изучить... Мы давно ничего не исследовали... И появление этой кометы нас очень обрадовало... Подумать только, сколько нового мы можем узнать... Ммм... Что-то походу вы не очень-то много нового узнали... Камелек читал... Читал... Модуль отслеживания зонда... Это... Не помню, читал? Нет? Отлично! Дрезден почти готова получать данные отробительные... Ага... Да вроде читал все... Все это у меня уже было... Это что такое? Управление искусственной гравитацией... Управление искусственной гравитацией... Управление искусственной гравитации... Ага... Ага... Давай-ка ты включишься лучше... Так как-то удобнее было... Это там что такое? Неужели я вытащу эту штуку, то всё приостановится? Если её вообще можно вытащить? А здесь не написано что это? Вроде нет. Вроде приядро. Да я даже не знаю, а что мне это даст, мне кажется... Не, я пока гипергидро не хочу, это же отключит всю эту машину. Если я сейчас в данный момент уберу её... А я ещё кое-что даже не нашёл. Как можно отсюда выбраться? Притом то, что я кое-что ещё и информацию просчитал, то что... Удильщики, оказывается, они слепые. Они на слух ориентируются и мимо них можно проплывать. Я где-то, видимо, упустил эту информацию. А она очень даже и полезна. Так, 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 подожди. Не надо меня. Сейчас утащит ещё. Так, я получил очень много нужной информации. Который мне может помочь. В проекте сейчас пепла ещё есть что исследовать? А, ну хотя да, там же этот есть. Висячий город, там есть что ещё исследовать. Корабль, но это я к нему ещё прибуду. Замёрзший шаттл. Гравитационная пушка. Почему бы не удалось, но это понятно почему. Только в тот момент, когда он прилетает мимо солнца, можно его притянуть. Гравитационная пушка, там тоже есть что ещё исследовать. А интересно, можно там забить координаты и полететь как раз таки? К модулю отслеживания зонда. К этой чёрной дыре. Так. Пока у меня есть время. Или даже его нету. Сколько у меня времени-то ещё осталось? Насколько там здоровое солнце? Давай полетим на солнце, обновим его. Полетим потом за кораблём. А, это я уже буду сделать в следующей серии. Точно. Время-то уж сколько прошло. Пока я всё летал, изучал, исследовал. Всё это пообрезаю. Там серия короткая получится. Ну а сейчас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. Пока.